Ну и еще немного о коммуналке. По состоянию к этому часу, не подключенными к отоплению, в Красноярске остаются около сотни домов. В остальных успешно начался отопительный сезон. Коммунальщики отчитались, батареи там не прогрелись из-за неожиданных порывов. Сейчас неполадки устраняют управляющие компании и подрядчики, а жилфонд в каждом районе запустил горячие линии. Телефоны указаны в ваших квитанциях. Звонить туда нужно, и если, например, во всем доме тепло есть, а в одной квартире батареи завоздушивая, и они не греют. На экране единый телефон жилфонда по вопросам отопления. Кстати, несколько иная ситуация сейчас складывается в Сосновоборске. Там подачу тепла еще не начинали, хотя глава города спутника распорядился начать сезон 20 сентября. Однако на это представители компании ТГК-13 заявили, что будут действовать как и раньше. Начнут, когда на улице в течение пяти дней среднесуточная температура будет не выше 8 градусов. Копия этого ответа энергетиков, кстати, имеется в распоряжении нашей телекомпании. А администрация Сосновоборска пожаловалась на ТГК-13 в прокуратуру. Об этом нам рассказали в прислужбе города. Но пока ведомства будут разбираться, мы желаем сосновоборцам не замерзнуть.